Всем привет, призыватели! Давайте взглянем на Нилу. Но перед тем, как мы начнем, посмотрите на вторую часть скинов Звездных Защитников и напишите в комментариях ниже, кто вам больше всех понравился, ну или кого вы ждете больше всех из второй части скинов. И затем мы продолжим. Субтитры делал DimaTorzok Она АДК на нижней линии и многие ее умения связаны со вторым игроком на лейне. Начнем с умений и, конечно же, пассивки. Пассивка Нилу усиливает умения, которые лечат и дают щиты. Если союзник лечит Нилу или накладывает на нее щит, он тоже лечится или получает щит. Если же союзный чемпион поблизости применяет эти эффекты к себе, они распространяются и на Нилу. Когда Нила добивает вражеского миньона, она и ближайший союзный чемпион получают обычное количество опыта плюс половину опыта, который они бы потеряли из-за того, что находится рядом. По поводу делюшки опыта. Это пригодится для тех, кто не знает, как это работает. Вдвоем за миньона вы получаете чуть больше 62% опыта. Втроем почти 42%. Вчетвером 31%, а всей командой около 25%. И да, под Нилу лучше подойдет саппорт чародей. Райты намеренно сделали это. Ведь когда вы вспоминаете о мили чемпионах на боте, то зачастую берут танков или дамагеров. Кушка Нилы. Пассивно. Когда Нила наносит чемпионам урон при помощи автоатак и умений, она частично игнорирует броню целей и восстанавливает себе здоровье в зависимости от количества урона. Этот эффект масштабируется от шанса критического удара. Все избыточное лечение Нила превращается в щит. Активно. Нила бьет по прямой, нанося урон всем пораженным врагам. Если она попадает по противнику, ее дальность и скорость атаки ненадолго увеличиваются. Кроме того, ее автоатаки начинают поражать врагов в конусе, нанося дополнительно урон. И заметим, что мы хоть и не говорим о цифрах, но у Нилы многие способности скалируются от критов, что тоже не случайно. На самом деле это очень правильное решение, чтобы мы не видели что-то по типу Зэри в начале. Когда она наносила тонну урона и при этом собиралась в брузера. Вэшка Нилы укрывает себе туманом и дает ненадолго ускорение. Пока действует эффект, она получает меньше магического урона и уклоняется от всех автоатак. Коснувшись союзного чемпиона, Нила укрывает также и его туманом. Союзник получает те же бонусы, но продолжительность самого умения сокращается вдвое. И вот как раз за счет этого умения будет видно, кто умеет на ней играть, а кто нет. Умение очень полезное и его точно не стоит разменивать на одну автоатаку. Более того, нужно будет хорошо понимать, когда это умение использовать против ады чемпионов, а когда лучше нажать его, чтобы не умереть от прокаста мага. Вэшка Нилы совершает рыбок сквозь выбранного бойца, перемещаясь на фиксированное расстояние и нанося урон всем пораженным врагам. У рывка может накапливаться до двух зарядов. Во время рывка можно применить хлесткий клинок, вызвав при этом волну. После небольшой задержки Нила наносит урон и усиливает автоатаки эффектом кум. Это умения схожи с Ешкой Самиры, но главное это два заряда умения, которые и дадут возможность хорошо позиционироваться в тимфайте. Вот только не стоит забывать, что после такого врыва вы можете просто не выйти из тимфайта, поэтому использовать его надо аккуратно, не врываться первым и давать такую возможность своим танкам. Ульта Нилы устраивает выброс энергии и совершает круговой удар, после чего подтягивает пораженных врагов к себе. Апофеоз восстанавливает Ниле здоровье в зависимости от нанесенного урона. Все избыточное лечение при этом превращается в щит. Эффект распространяется на союзников поблизости и масштабируется от шанса критического удара. Урон умением Нила наносит каждые 0,25 секунды. И да, это умение делает из нее настоящего монстра, ведь дает очень много. Но вот точно не стоит думать о том, что нажав этот скил, вы убьете всю вражескую команду. Ваша команда должна будет понять, что вам нужна поддержка, и вы сейчас дадите им шанс для хорошего врыва или нанесения урона. Поэтому не стоит врываться с ульты бездумно. Что ж, подводя итоги умений, то можно увидеть, как Райты заставляют ее постоянно и активно наносить урон и быть на передовой. Ведь за счет нанесенного урона ты и будешь выхиливаться. К тому же на Ниле игрокам придется надеяться на своего саппорта. И тут не будет такого, что есть нормальные игроки на ней. Нет. Лишь те, кто тащит, и те, кто сливают. На начальной же стадии игры Ниле придется не сладко. Но ее посевка в доп. опыте и хил помогут выстоять и дождаться шестого уровня. Если все же совсем плохо и ты видишь, что у врагов много урона, то стоит взять, к примеру, второе дыхание, чтобы лайн-фаза не превратилась в полный кошмар. В мид и лейт-гейме Нила раскрывается на полную. Именно в этот момент она может хорошо сражаться в тимфайтах, и вы почувствуете себя как тот же Тринда или Фиора в свои первые дни, которые могли стоять и выхиливать весь входящий урон. И все же, хоть врываться одному и опасно, но иногда стоит это делать. Но только если вы уверены, что команда поддержит вас, тогда вперед из песни даже через флеш. К тому же Нила хорошо принимает дуэли и с легкостью может сражаться одна. По поводу билда на нее, то вы можете увидеть на экране. Главное, на что стоит обратить внимание, это то, какой бот у врагов. Если ничего такого, то стоит взять накопление. Если вы видите ту же Зайру, то берем второе дыхание, которое и позволит выстоять лайн-фазу. По поводу мифического предмета, то Кракен стоит брать только если у врагов слишком много жира, иначе лучше взять Арбалет. Похититель сущностей вторым предметом намного лучше, чем Коллектор. Ей нужен кулдаун, и этот предмет даст ей именно это, как и необходимый урон. Последний предмет максимально гибкий, потому что его вы будете брать от ситуации, а на экране вы можете увидеть самые полезные из них. По поводу умений призывателя, то лучше взять Гост вместо Игнайта или Изнурения. Конечно, они иногда полезны, но вам нужно прилипнуть к цели, и Гост в этом помогает лучше всего. Да, вначале придется чуть тяжелее, но Мид и Лейтгим станут в разы проще. Ну что, а на этом все призыватели. Что вы думаете по поводу Нилы? Оставляйте свое мнение в комментариях под этим видео. Ну а главное, не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Ну что, с вами была Ола Лос. Всем спасибо за просмотр и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok